Как избавиться от боли в спине за одну минуту? Мы знаем ответ. Часто люди, которые работают в офисе или проводят большую часть рабочего времени сидя, сталкиваются с мучительными болями в области спины или поясницы. А что, если дискомфорт появился в самый неподходящий момент? А избавиться от него нужно как можно скорее. Лекарства, таблетки и фармацевтические препараты в такой ситуации будут бессильны. Здесь нужен другой, наиболее эффективный метод. Лучше всего с проблемой за короткое время справятся физические упражнения. Но как выбрать что-то действительно эффективное? Ведь сейчас достаточно обычного запроса в интернете, по нему можно найти сотни различных советов по этой теме. Чтобы решить эту непростую задачу, мы подобрали самые действенные одноминутные упражнения, выполнив которые, вы забудете о болях в спине. Но прежде чем приступить к просмотру, пишите в комментарии, какими методами вы боретесь с этой напастью и почему. Опишите их, чтобы помочь другим зрителям. А мы продолжаем. Для начала отметим, что предложенные нами методы крайне универсальны. Их можно применять в любом месте на ровной поверхности, а также при любом уровне физической подготовки. К тому же, как мы и говорили ранее, они займут не более одной минуты, но лучше всего практиковать их каждый день. Первая группа упражнений на растяжку и укрепление позвоночника. Они окажут положительное воздействие на пресс и спину. При правильном выполнении упражнений вы ощутите чувство легкого подтягивания в нижнем отделе спины. Начальная поза для первой группы – лежа на спине. Упражнение первое. Начните постепенно отклонять оба колена в одну сторону, а голову в другую. Замрите в таком положении на 10 секунд, после чего повторите наклон в противоположную сторону. Плечи при этом держите в начальном положении, прижатыми к полу. Сделайте 4 повторения. Упражнение второе. Вытяните одну ногу вперед параллельно полу, а вторую согните в колени и зацепите стопу этой ноги за другое колено. Согнутое колено необходимо тянуть наружу, а голову в это время в противоположную сторону. Как и в первом упражнении, плечи нужно держать прижатыми к полу. Сделайте 10 повторов. Упражнение третье. Руки держите за головой, выполните попеременные выпрямления и сгибания ног в коленях над полом. Голова при этом должна смотреть в сторону согнутой ноги. Упражнение рассчитано на 10 повторений на каждую сторону. Всего 20. Но это еще не все, далее мы рассмотрим комплекс упражнений для укрепления средней части спины, после чего вы получите ценный совет по их выполнению. Вторая группа упражнений для укрепления грудного отдела позвоночника. Они помогут укрепить пресс и средний спиной отдел. В ходе выполнения упражнений вы почувствуете подтягивания в нижней части спины. Начальное положение для них, стоя на четвереньках, в позе кошки. Первое упражнение. Дышите глубоко, но свободно. На выдохе выгните спину так, чтобы получилась дуга. Зафиксируйте тело в таком положении на 15-20 секунд. После прогнитесь в обратную сторону, задержитесь на 15-20 секунд. Помните про дыхание. Повторите 2 раза полный цикл. Выгибание вверх и вниз. Второе упражнение. Встаньте в исходное положение, выгните спину. Начните выполнять упражнение на выдохе. Медленно подтяните одно колено как можно ближе к грудной клетке. После выпрямите ее до положения параллельного полу. Вернитесь в начальную позу и сделайте его другой ногой. Сделайте по 5 повторов на каждую ногу в медленном темпе. Помните о дыхании. И вот мы подобрались к завершающему комплексу упражнений. Третья группа. Для укрепления поясничного отдела позвоночника. Начальная поза для третьей группы – лежа на спине. При правильном выполнении вы почувствуете напряжение в области брюшного пресса. Почему это так важно? Просто если мышцы живота слабые, большая часть напряжения по удержанию торса возлагается на спину. Отсюда наблюдается усталость и постоянные боли в ней. Первое упражнение. Прижмитесь к полу. Большое внимание уделите тазу. В ходе выполнения он должен быть прикован к поверхности. В нашем случае к полу. Сделайте глубокий вдох, на выдохе поднимите грудную клетку вверх к потолку. Выполняйте это упражнение 10 раз, выдерживая медленный темп. Второе упражнение. Оно похоже на упражнение «велосипед», которое известно нам еще с детства, но выполняется без круговых движений ногами. На вдохе необходимо подтянуть правое колено к левому локтю. Правый локоть прижат к полу. После, на выдохе, начните медленно выпрямлять колено, держа его при этом над полом. В этот момент, начиная делать очередной вдох, выполните действие другой коленкой, подтянув ее к правому локтю. Повторите 10 раз. А теперь рассмотрим совет к выполнению этих упражнений. Вы можете выполнять по одному упражнению из каждой группы, чередуя их изо дня в день. Так вы забудете про боли в спине, не затратив много времени. Дополнительным бонусом от практики будет придание тонусам мышцам спины и брюшного пресса. Пробуйте наши советы на деле уже сейчас. Пишите в комментарии, какая из перечисленных нами группа упражнений понравилась вам больше всего? Тренировка какого из отделов спины у вас вызывает больший интерес и почему? Также делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы и они смогли поправить здоровье спины всего за пару минут в день.